Итак, мы говорим с вами о семейных отношениях. Говорим о том, что надо сохранять, пытаться семью, потому что это и есть победа над судьбой. Вот судьба навалилась, допустим, на тебя. А как вот сделать так, чтобы её победить? Она же навалилась не просто так, значит, идёт на педагогу, там где-то когда-то. И разрушения сами по себе идут как наказание. Но наказание это не является целью. Ну, то есть, как это, допустим, анекдот есть такой. Солдат в учебную часть приехал, и ему дали ломик, говорит, иди подметай плац. Он подметает, подметает. Пришёл прапорчик, говорит, дайте мне метлу, я подмету гораздо лучше и быстрее. Он прапорчик говорит, а мне не надо, чтобы ты лучше, мне надо, чтобы ты замучился. Он, да, играет музыкой, ничего не... Музыка... Там не выдернули? Нет, а я вообще ничего не трогаю. На место до конца я вот второй. Ничего не меняется. Вот. Видите, у прапорчика цель была другая, чтобы замучился. Но у судьбы нет такой цели. Вот у нее нет цели тебя убить, замучить. У судьбы есть только цель тебе сделать сильнее. Чтобы ты научился, чтобы ты стал лучше. Судьба не злая. Она просто жёсткая, твёрдая. То есть она непреклонная. Она тебя мучает, заставляет тебя принимать какие-то решения. Ну, ты можешь неправильные решения принять, тогда будешь страдать за это. Ну, то есть она строгая, судьба строгая, но не злая. У нее не цель человека замучить, разрушить, уничтожить семью. Вот. Но есть правила победы над судьбой. Например, если ты разрушаешь семью, ты судьбу не победил. Это значит, что тебе придется опять заново это все делать, создавать семью и ту же самую проблему решать. То есть ты ее не лишил. Если кто-то другой разрушил семью, допустим... Заключите. 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 Папа interact. Заключите. Хорошо. Деломастер боится. Как это... Дело было не в вагине, дед Потап сидел в кабине. Вот в этом смысл сохранения семьи, в том, что ты побеждаешь судьбу, у тебя гарантированно побеждаешь судьбу. Все равно она никуда не денется, понимаете, вот это, именно в этом ракурсе надо жизнь рассматривать, не надо ее рассматривать с позиции событий. Вот, допустим, жена бросила, она сказала, что никогда не вернусь, пошел вон, ты дурак там, еще что-то, понимаете, это все просто, ну, детали. Они не нужны. Есть конкретика. Конкретика заключается в том, что если ты разводишься с женой или она с тобой развелась, ты ее не ждешь, не прилагаешь усилия, не идешь в эту несправедливость, то есть она тебя уже бросила, у нее все хорошо. А тебе надо ждать чего-то. Зачем ждать? Иди ищешь себе другого, и тоже у меня все хорошо. Нет, так не работает система, потому что тебе надо прилагать усилия сейчас для сохранения семьи, потому что проблема не в жене, и не в том, что ты один, а проблема в том, что пришло время отрабатывать судьбу. Вот сейчас пришло время отрабатывать судьбу, и тебе ее надо отрабатывать, иначе потом влетаешь. Вот, допустим, вот смотрите, сейчас я вам вопрос задам. Вот что важнее, рождение, зрелость или старость в жизни человека. Нет ваших пальцев, самое главное это рождение, поэтому что если собачкой родился, дальше уже не имеет никакого значения, зрелость или старость, будешь всю жизнь, и все, и мозгов нет. Понимаете? Поэтому рождение самое главное. И создание семьи сравнивается с рождением. Как корабль назовешь, так он и поплыл. Понимаете? А рождение семьи, это означает, что ты должен быть чист, надо все экзамены сдать, если хочешь, чтобы семья хорошо создалась, чтобы она поплыла хорошо, надо все там убрать ненужное. Вот чем ты туда пошел, такая семья будет. И еще на твое сердце же притягивается. Там сердце неотработанное, человек с неотработанной судьбой притягивается, значит. И будешь с ним во всем во всем бороться всю жизнь потом. Поэтому и не надо сразу, допустим, семья развалилась, пришло время страдать. Вот у тебя, допустим, война началась, пришло время что делать? Воевать. Вот пришло время воевать, и ты никуда не денешься. Можешь как бы голову в песок засунуть, что хочешь делать, все равно придется воевать. Вот, допустим, лев за тобой погнался, страус должен убегать. Он не может не убегать, ему надо убегать. Пришло время, ему, допустим, не нравится убегать. Ну, хорошо, засунь голову в песок, но ему не нужна твоя голова, у тебя другое что-то побольше и покрасивее. Вот. Он за это тебя и схватит. Вот. Голова ему вообще никак не нужна абсолютно, она маленькая и невкусная. Вот. Все, что ему надо, оно стало уже. Ну, то судьба тоже хватает человека за одно место. Вот. Поэтому вот это четко надо понимать, что пришло время страусу бежать, а тебе сохранять семью. Означает ждать, молиться, совершать аскезы, бегать, не двигаться, поститься, желать всем счастья, думать о Боге. И, скажите, от каких пор, вот у вас есть чувство несправедливости по отношению к жене, есть отчаяние, есть страдания внутри, есть ожидание чего-то от нее, есть вот эти все вещи, все, это означает судьба. Вот это, что это такое камень, вот эта вот депрессия, как вы говорите, это и есть судьба. Вот она. Когда это все пройдет, это значит, что ты сдал свой экзамен. Можешь дальше создавать, если через три месяца пройдет, значит, можешь через три месяца, вот как раньше сядешь, раньше сядешь, раньше выйдешь или там отстрелялся и пошел. Понимаете? То есть нужно просто это четко понимать. Если ты в таком состоянии пытаешься, как бы, как это Антонов поет. Новая встреча лучшее, средство от одиночества. Но и о том, что было, помни, не забывай. Понимаете, вот и о том, что было, помни, не забывай, это маленькое дополнение, которое тебе потом не даст возможность жить. Потому что, если ты сердце перед новой встречей не очистил, светлую память не развил, значит, дальше новая встреча тебе не поможет. Ты вот с осадочком будешь жить потом с этим. И создался семья с этим осадочком. Счастья нет уже. Поэтому нужно совершать аскезу. Пришло время страдать. Не балдеть, а страдать. Называется пир во время чумы. Называется пир во время чумы. Чума идет, и решили там день рождения строить. Да? И все потом померли от чумы. Потому что во время чумы пира не должно быть. Это в этом пословице заключается. И поэтому каждый человек должен знать, когда пришла тяжелая судьба. Он должен понимать это. Пришло время страдать. Аскезу совершать. Мучиться. Преодолевать трудности. Работать над собой. Развиваться. В этом смысл разрушения семьи. В этом смысл. А не в том, чтобы там, о, наконец-то. Свобода. Нет никакой свободы. Тебе в цепи заковали. Тяжелой судьбы. Тебе нужно теперь выпутаться из этого состояния. Когда разрушается семья, человек попадает в ужасное, опасную ситуацию в жизни. Обычно разрушается семья на пике тяжелой судьбы. И человек в это время ни в коем случае не должен создавать себе отношения. Почему? Потому что пик тяжелой судьбы означает неблагоприятная вещь. То есть ты создаешь отношения в самое неблагоприятное время. А надо создавать отношения в самое благоприятное время. Когда самое благоприятное время. Когда у тебя на сердце спокойствие. Когда у тебя цветочки-бабочки. Тебе хорошо. И вот в это время надо создавать отношения. Когда у тебя счастье, радость, спокой, нормально. А не когда ты страдаешь, будешь на луну. Тебе все плохо. И кто-то нужен рядом. И ты тогда себе не спутника жизни найдешь, а нянечку. Вот человека найдешь, который любит заботиться о страдальцах. Ну и ты когда перестанешь быть страдальцем, ты ему скажешь. Пшел вон. Пшел вон. Как это. Есть от Салтыкова Щербина такой рассказ там. Мужик по-моему называется. Ну то есть два парина попали на Нелетаемый остров там. Нашли мужика. Он там плот сколотил. Их довез. Да. Да. А потом они когда вышли на берег. Говорят. Пшел вон. Так и тоже вот эта нянечка. Когда в тяжелый период тебе все находишь человека. Он любит о тебе заботиться там. Помогать тебе. Ну когда ты уже себя хорошо чувствуешь. Тебе это уже не надо. Ты говоришь. Все. До свидания. Человек улетел. Он хотел семью создать. А все оказалось не так как надо. Поэтому. Время воевать. Воюй. Время создавать семью. Создавая. Но. Зачем. Что-то новенькое. Когда. Есть старенькое. Вот. Я сейчас объясню этот момент. Вот. Когда есть допустим человек какой-то. С которым ты отрабатываешь судьбу. Ты с ним уже часть судьбы отработал. А новый человек. Это значит что ты нисколько не отработал. Вам надо выключить фонарик. Фонарик. Вот. Новый человек значит нисколько не отработал. Значит будет опять все заново. Кардобалет будет заново. Не надо думать что новый человек значит кардобалета не будет. Кардобалет будет обязательно. С каждым человеком будет вот этот период притирания там аскез, трудностей, страданий. Это неизбежно. Обязательно будет этот период. Зачем все это заново начинать. Когда ты уже прошел там этап. За одного битого пять не битых дают. Элисей по-моему тоже. Понимаете. То есть. Вот есть жена. Ты с ней уже прошел определенный период. Этап. Если возвращает отношение будет лучше. Всегда только лучше. Хуже не будет. Лучше. Если она вернется. А не вернется вы сердце очистили. Тоже будет лучше. Значит она не может быть лучше. Почему она не возвращается. Потому что вы очистили сердце. Она не возвращается. Значит она не сдала свой экзамен. Она не может быть лучше. Но пусть живет своей тогда жизнью. Это тоже хорошо. Вот если ты побеждаешь судьбу. Хорошо и так и так. Всегда хорошо. Вот в этом смысл заключается побеждать судьбу. Побеждать судьбу это всегда движение в аскезу. Всегда движение в трудности. Понимаете. В преодоление трудности движения. В такой туда куда никто не хочет идти. Там все боятся быть. Там ты побеждаешь судьбу. Но там всегда хорошо. Вот ты жену ждешь. Если ты очистил свое сердце в этом ожидании. Победил свою судьбу. Она не готова допустим. Это значит что она не подходит тебе. Это значит что Бог тебе отдаст. Вот понимаете. У Бога нет вообще проблем вот с этим. Если ты. Вот допустим. Стоит человек. Торгует допустим молоком. Сколько бутылка молока стоит? Сто гривен. Сто гривен. Банка молока сто гривен да? Вот. Он стоит. Он рад всем. Он говорит. Вы говорите. Дайте банку молока. Он говорит. Да. Конечно. Сто гривен. Сто гривен даешь. Дай тебе банку молока. Вот судьба точно такая же. У нее нет проблем. Понимаете. Заплати цену. И сразу тебе мужичка. Вот тебе мужичок. Заплати цену. Хочешь такого мужичка. Хочешь такого. Но дать можем только такого. Которого ты можешь заплатить. Вот ты говоришь. А можете за сто гривен пять баллов молока? Нет. Только одну. Понимаете. В этом проблема. Вот поэтому. Вот так вот. И поэтому. Просто надо отрабатывать свою судьбу. Отработал. Заплатил цену. Вот тебе девушка. Сразу. Какая девушка. Ну какую положено. Тебе такую дадут. Лучше не получишь, чем положено. Все. Вот такая вот так, как действует судьба. И поэтому закон очень простой. Человек должен учиться жить. Он должен мудрости набираться. Идти вперед. Не бояться ничего. Не надо оглядываться назад. Надо всегда быть радостным. Счастливым. И всегда идти вперед. Всегда побеждать судьбу. И всегда знать, что судьба тебе несет в будущем счастье. Мы если будем работать над собой. Развиваться. То каждый день. Каждый день. Будет все лучше и лучше. Будет приходить время тяжелый период. Но в целом жизнь будет все лучше и лучше и лучше. А следующая жизнь еще лучше. Потом райский план. Потом вообще духовный мир. Впереди только счастье у человека. Который работает над собой. Развивается. Только все лучше и лучше. Но сейчас вот конкретно время трудиться над собой. И надо это принять. И надо это принять. Я не жалю ни во чем. Но в целом. Я не жалею ни о чем. Субтитры создавал DimaTorzok То, что поднято с трудом, то мне дороже. Вот для этого нужна человеческая жизнь. Она нужна для того, чтобы с трудом понять глубже, идти дальше, идти вперед. И формула жизни именно такая. Человек должен сражаться за свою судьбу. Нужно прилагать усилия, не нужно думать, что будет что-то хуже. Все будет только лучше и лучше. Счастье все больше и больше. Но бывают периоды, когда надо реально вкладываться. Когда жизнь становится как камень тяжелый. Все рушится, погибают близкие люди, предательство вокруг, страдание. Понимаете, так действует плохая судьба. Это не шуточки. Плохая судьба это не шуточки. Люди слушают лекции. Допустим, мне психологи говорят, у меня все разваливается, у меня то все. Люди говорят, у меня с рождения проблема. Я не могу, мне тяжело психически принять людей. Я один. Я уже молюсь и все, что делать. Это реальность. Так бывает. Не то, что вот это только у него так бывает, а у меня не бывает. Так бывает у всех. Потому что иногда бывает саморождение тяжелая судьба. И надо просто ее победить, преодолеть. А бывает период приходит тяжелый. И тебе и ты влетаешь в эту тяжелую судьбу. Кажется, что все нормально. Тут бабамсы пошло. Одно за другим, одно за другим. И человек в цветноке таком находится. Он не знает, что ловить дальше. В этом состоянии лучше всего жить так же, как вот живут в фильме «Белый солнце пусты». Мне так нравится этот фильм в этом плане, что там всегда все со всем согласны. Вот допустим, Макдулла там в песке зарыт. Там такой. Ну, его оставили вообще умирать от жажды. На солнце. Сухов подходит. Он такой смотрит на него. Вообще отвернулся. Нормально. Не обращает внимания. Тут его убить может. Что хочешь. Там пустыня. Раз его начал откапывать. Тоже нормально. Тут его откопал. Он такой сел. Смотрит на него. Говорит. Тебя кто закопал? Он такой. Абдулла. Тоже по-доброму так. Как будто он ему чашку чая предложил. Понимаете? Или там мужики. Там динамит взорвался. Они такие. Сидят даже. Не шло. Глазам даже не моргнули. Я смотрю. Наблюдал. Они даже не моргнули. Сидят. Динамит взорвался над головой. Нормально. Чашку динамитовым выбросил. Тот прикурил назад. Потом говорит. Заходи. Ну то есть. Понимаете? То есть. Это показывает. Как относиться к судьбе надо. Дорогая Марья Петровна. У нас тут небольшая заминочка. Письмо же не обиженная заминочка. Там куча этих врагов бегут. Сейчас поубивают всех. Заминочка вышла. Небольшая. И начал стрелять потом. Очень интересно. Вот когда вот такое настроение. Это все смешно. Смотреть смешно. А на самом деле это мудрость. Почему смешно? Потому что человек должен так жить. Он должен встречать беду. Вот именно так. Я когда подъехал. Перейду туда с чемоданом. Подхожу. А мне говорят. А у нас нельзя переходить. Я говорю. А может можно? Осталось немножко. У меня полтора километра. И я уже там. Нельзя. А как можно? Он говорит. Можно с велосипедом. Только на транспорте можно. С велосипедом можно. Два часа ночи. Какой велосипед? Все. Где велосипед взять? Мы думаем. Может украсть. Где велосипед поехать там? И оставить деньги за него? Уже ничего только не думали. Сидели полтора часа в машине. Я начал молиться Богу. Хочу приехать в Киев. И читать лекции. Начал молиться Богу. И приезжает автобус. Какой-то левый вообще. Потому что нормальный автобус. Они берут. У них там все. Как бы по табелям. А какой-то левый приехал там. Он везет там пару человек. Меня и захватил заодно. Ему разницы нет. Понимаете? Бог послал автобус. И все. Я как раз успел на самолет. Но о чем я вам говорю? Я говорю о том, что я в это время был готов. Потому что я знаю, какой у меня сейчас период идет. Я был вот правда. Был готов. Я такой вот. Я приехал. Сел. Сижу. И я не нервничаю. Не злюсь. Я просто вот. Я готов. Конечно, я хочу поехать. Но я не психую. Я просто принял. Я почувствовал. Вот он объем работы. Вот она. Судьба навалилась. Полтора километра и китайская изба. Такой фиг вам. Вот. И ты не можешь полтора километра пройти. Симотаном. Потому что китайская изба встала перед тобой. Вот такая ситуация. Назвать тяжелая судьба. На пустом месте. Вот нормально жили. Более-менее. Бабамс. Жену заклинило. И нету ее. Что за такое? Что за прикол? Тяжелая судьба. Так она действует. Все мгновенно происходит. Уходят из жизни близкие люди. Все там тарарарам. Люди бесятся вокруг. Начинают для тебя плохо думать. С ума все сходят вокруг. Это тяжелая судьба. И в это время надо быть спокойным. Надо учиться вот это все принимать, как в этом фильме «Белое солнце в пустыне». Когда все спокойны. «Ваше благородие, госпожа удача». Да? Пойдет там взрывчатка. Чик-чик-чик-чик. Все взорвется скоро. Для кого ты добрая? Для кого иначе? Классно. Когда человек способен принимать судьбу. Это самое красивое, что в жизни может быть. Самое прекрасное, что в жизни может быть. Это когда человек может принимать судьбу. Он со всем согласен. Ко всему готов. Воюем, значит воюем. Страдаем, значит страдаем. Закопали, значит закопали. Все. Принимаем судьбу. Мы вечные. Душа вечная. Ничего с нами в конечном счете не случится. Мы все равно родимся вновь. Даже если уйдем из жизни. Когда человек это понимает, то он счастлив. В тех условиях, в которых Бог дал. Все. Не сдавайся никогда. Пусть любовью песню свою. Всей душой стремись туда, где твой истинный приют. Белый флаг не поднимай. Если мраком все покрыто, непрестанно уповай. Есть надежная защита. Нужно только стойки выпить. Что победа с нами. Что надежду не убить. И огнем не выжить память. Этот мир уши в руках. Всю ту смерть и ты несчастье. Но рассеивает страх. Тот, кто страху не подвластен. Он идет перед тобой. Воин Бога. Воин света. Он вступает в смертный бой. Ибо знает, смерти нету. Ты иди за ним во тьму. Помоги своим оружием. Здесь ты нужен. Здесь ты нужен. Сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился жить в любя. Даже в этом вредном деле. Побеждая сам себя. Ты достигнешь этой цели. Если сможешь не забыть. Тех, кто шел перед тобою. Ты сумеешь полюбить. Бескорыстною любовью. Нужно только стойки выпить. И верить, что победа с нами. Что надежду не убить. И огнем не выжечь память. Если сможешь не забыть. Тех, кто шел перед тобой. Это речь о святых. Пой с любовью песни свою. Значит, молитву. Молись с любовью. Человек должен всегда стремиться к победе. Нужно это очень четко и глубоко понимать. И бывают периоды, когда нету проблеска. Ну, тяжелый период жизни. Знаки судьбы. Вот человек говорит о знаках. Знаки бывают хорошие, бывают зловещие. Как выглядят зловещие знаки? Это означает, что ты должен, вот понимаете, есть три состояния жизни в целом. Есть комфортная жизнь. Люди все к ней стремятся. Есть комфортная жизнь. Есть тяжелая жизнь. А есть война. Вот вы попытаетесь почувствовать разницу между этими тремя состояниями существования человека вообще. Можно сравнить комфортную жизнь с тяжелой? А? Нельзя? Это совсем просто разные способы существования. Можно тяжелую жизнь с войной сравнить? Нет. Это разные способы существования. И человек каждую жизнь должен принимать. Что значит война? Это не значит, что тебя на фронт посылают. Война означает непреодоримая судьба. Она будет тебя по-любому калечить. Вот что бы ты ни делал. Вопрос на сколько? Если ты сражаешься, если ты сильный, ты можешь выжить. Ты можешь не понять. Ну, может быть, у тебя разрушится семья. Но зато ты сохранишь себя. Понимаете? Тяжелая судьба, то есть непреодоримая судьба или жестокая судьба, это тоже судьба. Это наша судьба. И большинство людей в этой жестокой судьбе, они падают смертью нехрабрых. Они рушат себя, потому что они, знаете, на что поддаются? На чувство несправедливости. Вы знаете, тогда вот, когда началась стрельба на площади, не надо было туда идти. Вот это чувство несправедливости, оно привело людей к смерти. Понимаете? Я не говорю сейчас о патриотизме, там, о победе и так далее. Я говорю сейчас о жизни. Я не говорю о том, куда идти, никуда не идти с точки зрения сражений. Я говорю с точки зрения судьбы. Вот, допустим, тяжелая судьба началась, жена уходит. Ты пошел ей говорить о том, что так нельзя, что это несправедливо, мы с тобой жили. Этого делать не надо. Чувство несправедливости, когда жестокая судьба пришла, она ей все равно, что ты думаешь, что ты чувствуешь. Если ты хочешь что-то сделать в это время, сохрани себя. Не надо никому ничего доказывать, не надо никому ничего говорить. Это все бесполезно. Она тебя будет рубить при каждом твоем новом слове. Если ты, допустим, хочешь правды, тебе еще хуже будет. Понимаете? Поэтому, когда приходит жестокая судьба, просто спокойно, смиренно сохраняй себя. В это время лучше всего, если тебя предают, лучше всего подальше от этого человека. Если кто-то совершает насилие, надо стараться или избегать, или побеждать. Одно из двух. Война означает или убегай, если есть куда, или побеждай. Но ты нейтральным не сможешь быть. Понимаете? Тебе придется или сражаться, или защищаться. Понимаете? Вот спокойная жизнь, когда никаких проблем. У тебя больше свободы. Ты хочешь так живи, хочешь так. Тяжелой жизни уже свободы меньше. Тебе надо принимать решения. Тебе надо совершать аскезы. Но есть еще непреодолимая жизнь. Когда точно непреодолимо рушится что-то в твоей жизни. Я помню, несколько лет назад у меня наступил период, что я вообще почувствовал, что я не могу... У меня сильно уменьшились силы здоровья. Вот энергетика здоровья, она на всех родственников одна. Понимаете? Вот я, допустим, своей силой здоровья, я заботюсь о своих близких. Молюсь за них. И моя сила здоровья поддерживает стариков, пожилых людей. Но в один прекрасный момент у меня буквально за две недели вся сила здоровья ушла. И вот камни, допустим, драгоценные, они как бы стимулируют ту энергию, которая есть, направляют на здоровье. Но у меня начали погружать камни. Я снял все камни, потому что я не смог их носить. Я в это время смог только бегать, йогой заниматься и поститься. Вот это вот всегда ты сможешь сделать. А все лечения там, они заканчиваются, когда приходят тяжелые сила. Я всем сказал своим друзьям, на меня не рассчитывайте, я за вас молиться не смогу. Потому что у меня нет сил. Силы кончились. И через пару недель у меня ушел из жизни отец. Вот это вот так действует все. Сначала тебе обрубают краник, а потом дальше еще больше беспредел. Понимаете? И ты должен принять. Если не примешь, ты тоже в депрессняк пойдешь, и тоже больным станешь. Ну то есть, когда жестокая судьба приходит, нельзя на нее реагировать чувством несправедливости. Будет еще хуже. Тебя вообще покоцает тогда. Понимаете? Спасибо.